МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Не дать сползти. Горадминистрации прошли публичное слушание проекта по берегу укрепительным и противооползневым работам улицы Ново-Илларионовская. Месяц без газа. В доме номер 2 по переулку Химиков в Новочебоксарске после капитального ремонта до сих пор нет голубого топлива. Путь к исправлению. В Чувашской колонии начали внедрять новые формы содержания осужденных. Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания провели в ней очередное заседание. Главный вопрос повестки дня – новые тарифы на воду. Сколько придется платить горожанам и почему необходимо увеличивать стоимость этой услуги, выясняла Ольга Пырочкина. И вода чистая, и тариф низкий. Итак, раньше можно было описать отношения чебоксарцев и водоканала, которые снабжают город водой. Ситуация, которая складывается сейчас, подходит под другую народную мудрость. Любишь чистую воду – люби за нее платить. Предприятие пришло в плачевное состояние. Сети изношены, резервуары старые, зарплата у сотрудников небольшая. Причин несколько. Во-первых, тариф на холодную воду в столице Чуваши уже много лет самый низкий среди городов ПФО. 13 рублей 39 копеек. Для сравнения, «Аллатарцы» платят закуп 27 рублей 46 копеек, «Ишкаролинцы» – 15 рублей 26 копеек. Во-вторых, в начале 2000-х руководство водоканала на модернизацию взяло кредит в долларах и попалось в ловушку курса валют. Так или иначе, водоканал разработал план спасения – специальную инвестиционную программу, которая, помимо прочих мер, требует поднять тариф для населения. Предлагаем обратиться к главе Чувашской республики об установлении предельного индекса размера платы граждан города Чебоксары за услуги холодного водоснабжения и водоотведения в размере 25%. Если тариф вырастет на 25%, значит, чебоксарцы за подачу воды будут платить вместо 13 рублей 39 копеек 16 рублей 74 копейки. Так в месяц семье из трех человек придется тратить на 70 рублей больше. Прежде чем пойти на такой шаг, народные избранники решили увидеть все своими глазами и пстили водоканал. Мы все стали заложниками безалаберного отношения к своим коммуникациям. Такой вывод единогласно сделали все члены комиссии, выездной комиссии, которая вчера была организована на водоканале. Все остались под глубоким впечатлением от состояния всего водоканала, всех систем очистки, подачи воды, труб. И нет у нас, к сожалению, другого выбора, нет другой альтернативы, кроме как с тем, что согласиться, к сожалению, согласиться с повышением на вот этих хотя бы 25%. У фракции КПРФ не только вот наше в горсобрание, а вообще у фракции КПРФ есть четкая позиция, что КПРФ никогда ни за какие повышения тарифов голосовать не будет. Я буду поддерживать как депутат о повышении тарифов. Почему? Да потому что сегодня кичиться тем, что у нас самый низкий тариф, в этом случае это аморально. Люди поймут, но это неправильно, когда сегодня электроэнергия, которая питает этот большой комплекс, она сегодня поддерживается только одной линией, то есть нет аварийной или запасной. Из 35 депутатов 32 проголосовали за повышение, еще трое воздержались. Теперь слово за правительством республики. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Столица республики готовится к 550-летию со дня своего основания. В перечне объектов, подлежащих реконструкции и обновлению, Московская набережная. Напомним, что она проходит от центрального пляжа до района Зоовражная. Главная проблема, которую видят специалисты, это берегоукрепительные и противооползневые работы, которые нужно срочно проводить по улице Ново-Иларионовская и Сельская. Об этом говорили на градостроительном совете. Как изменится вид правого берега Волги, узнали наши корреспонденты. Плотная застройка, отсутствие системы отведения сточных дождевых и талых вод, высушивание земли – все это приводит к трещинам и эрозиям. Отсюда враги и оползни. Ситуация в новом селе действительно критична. Грунт размывается рядом с домами. В начале 80-х на этом месте сошел оползень, который продолжает двигаться. В течение десятилетий осадки подводные воды только увеличивали эрозию. Если не принять меры, через некоторое время близлежащие постройки сползут на берег. Основная масса работы – это здесь земельные работы. То есть это положение склона, задание, рельефа такого, который обеспечивает устойчивость. То есть, грубо говоря, простым языком – это срезка верхней части склона и пригруз в нижней части. Также будут организованы работы по устройству микротонелирования, по отводу поверхностных и подземных вод. По проекту от привычного ландшафта, крутого склона, неухоженного леса, неудобного и даже опасного спуска к набережной не останется и следа. Проект глубоко проработан, по нашему мнению. Мы надеемся, что все-таки экспертизу, сейчас он проходит экспертизу. При подтверждении финансирования работы будут осуществлены. Причем они предусматривают не только, как вы видите, не только просто остановку движения оползня, но и благоустройство. Вы видите, это исходы, пешеходные связи. Ну, все продумано и надеемся, что все-таки мы все это выполним. На сегодняшний день пока не решен вопрос финансирования. На выполнение всех работ потребуется около 3 миллиардов рублей. Вероятно, придется объединять усилия по привлечению части средств из федерального бюджета, искать резервы местной казни. Полностью преобразить набережную планируют к 550-летию Чебоксар. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Сергей Рябчиков, Республика. Снегопады не за горами. Жители Москвы уже обещают природные катаклизмы. В Чебоксарах к работе в зимних условиях готовятся полным ходом. Акция «Стоп сугроб» хорошо зарекомендовала себя в прошлом году. В этом сезоне столичные власти вновь рассчитывают на помощь общественности. Год назад в ходе акции «Стоп сугроб» в городадминистрацию поступили сотни писем. Сейчас мэрия решила продолжить мотивировать управляющие компании качественнее чистить дворы. Отдельно собираются поощрить дворников. Кроме этого, планируется опробовать твердые противогололедные реагенты. В каждом районе города могут появиться снегоплавильные пункты, которые должны прийти на смену снежным свалкам. Но пока этот вопрос прорабатывается. На республиканском уровне также обсуждали подготовку к снегопадам. Противогололедные материалы заготовили в необходимом объеме. По программе капитального ремонта в доме номер 2 по переулку Химиков в Новочебоксарске полностью обновили газовую сеть. Но уже почти месяц жильцы готовят на электроплитках. В чем проблема, выяснила Екатерина Куприна. Переулок Химиков – одна из первых улиц Новочебоксарска. Дома здесь строили еще в 60-е. Сегодня все они капитально ремонтируются, а в доме номер 2 возникла проблема. После замены газовых труб необходимо обновить плиты, имеющиеся уже опасны в эксплуатации, и газовики не дадут разрешения на подключение газа. Для этого нужно провести общедомовое собрание, принять решение о посмене плит. Но управляющая компания сделать этого не может. Нет ни председателя, ни совета, а большинство жителей-квартиранты. Но это еще не все. Дом в должниках. У него по текущему ремонту 1170 долгов. Потому что деваться некуда, все равно надо ремонтировать. Вот на такой маленький дом 2 миллиона с копейками долгов за жилищно-коммунальные услуги. Представляете себе, что за дом. А капитального ремонта у них сделали где-то на миллион почти в этом году. Это и газ, это и канализация с водоотведением, ну и так далее. Электрика тоже была по капитальному ремонту сделана. Как они будут рассчитываться с региональным оператором за выполненный капитальный ремонт – тоже вопрос. Выяснить позицию жильцов дома нам не удалось. Разговаривать они отказались. Со своей стороны, управляющая компания полностью выполнила свои обязательства. Жильцам же необходимо погасить имеющиеся долги и определить, каким образом заменят газовые плиты. И пока эти вопросы не будут решены, газа в этом доме не будет. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Чувашия вошла в список 20 самых читающих регионов страны. Рейтинг определила жюри всероссийского конкурса «Самый читающий регион». У республики есть все шансы претендовать на звание «Литературный флагман России». 20 регионов, вошедшие в расширенный рейтинг, продемонстрировали значительный уровень инфраструктуры библиотек, системную поддержку литературных традиций, культуры и образования, серьезный подход органов власти к развитию культуры чтения. Кроме высоких статистических показателей, оценивались уникальные творческие инновационные литературные проекты, реализованные в 2014-2015 годах. Конкурс «Самый читающий регион» проводится среди субъектов России впервые и является одним из ключевых мероприятий по проведению года литературы в нашей стране. Регион, который удостоится звания «Литературный флагман» и станет читающей столицей в 2016 году, будет объявлен 27 ноября. Кадеты Чебоксарской 14-й школы второй год подряд представляют Чувашию на параде памяти. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года. Самые лучшие участники сегодня получили благодарственные письма. Куйбышевский парад 1941 года. Именно так назывался тогда город. Одно из самых значимых событий в истории Великой Отечественной войны. В этом году его посвятили героям России. 86 парадных расчетов, в которых приняли участие представители всех регионов. В одном строю с военнослужащими, членами военно-исторических и ветеранских объединений прошли 52 чебоксарских кадета. В их глазах было видно понимание того, что происходит. Привезли не просто так покрасоваться, показать их строевую выучку, выправку. Но в глазах читалось и то, что они понимают, осознают ту героическую, внутрь пропускают через себя эту героическую страницу истории нашей. К параду готовились. Оттачивали кадетскую выправку и строевой шаг. Иван Ершов первый раз стал участником парада. Для меня было честью пройтись по площади Куйбышева со своими друзьями и увидеть ветеранов. Понравилось увидеть технику, увидеть другие из вода, форму их. Я испытывала чувство гордости за свою страну. Три дня в Самаре были насыщены мероприятиями. Ребята побывали в Самарском кадетском корпусе. Увидели, как живут и учатся их сверстники. Многие из них задумались о продолжении обучения в военных учебных заведениях страны. Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. В исправительной колонии номер 9, что в Цивильске, начали внедрять новые формы содержания осужденных. Пока в качестве эксперимента. Как он проходит, сегодня показали журналистам. Что изменится в работе уголовно-исполнительной системы? И насколько новые подходы повлияют на тех, кто отбывает наказание? Узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Отбывать срок в общежитиях строгого режима, либо в отдельных четырехместных комнатах. У осужденных этой исправительной колонии появилось право выбора, в каких именно условиях они хотят проживать. Те, кто постоянно ходит на работу и соблюдает установленный порядок, попадают сюда. Отдельная кухня, телефон для переговоров и даже зал для воспитательной работы. Осужденных, которые показывают себя только с положительной стороны, переводят на более облегченный режим. Если же они нарушают, то мы применяем те меры, которые предусмотрены уголовно-исполнительным законодательством. Это изменение условий отбывания наказания, это перевод на строгие, где уже идет содержание запираемых помещений. Это применение меры взыскания, как выговор, штрафной изолятор, помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, а также перевод на тюремный режим. И именно постоянная полномерная растительная работа приводит к тому, что осужденные адекватно воспринимают те условия, которые им созданы, и, соответственно, оценивая их, ведут себя надлежащим образом. Самые законопослушные в конце концов могут быть освобождены из мест не столь одоленных досрочно. После того, как здесь открылся воспитательный центр, основной упор начали делать на психологическую работу. Осужденных, которые попадают сюда впервые, содержат отдельно трецидивистов. Это тоже приносит свои плоды. Теперь установленный режим в исправительной колонии нарушают все реже. Особенно молодежь, которая приходит в колонию, она же очень подвержена влиянию. Поэтому осужденные отрицательные направленности не могут оказать в данный момент на них влияние, потому что они уже находятся в другом центре. И, получается, не пересекаются друг с другом. Теперь здесь появилась возможность оперативно решать проблемы осужденных. Связаться с руководящим персоналом колонии все они могут вот из такой комнаты, оборудованной видеокамерой и телефонами. Есть у кого-то, может быть, какие-то вопросы с родственниками, каких-то документов не хватает, или родственникам нужны какие-то документы. Ну, разъясняют о том, условно-досрочном освобождении. Если возник какой вопрос, не надо ходить искать сотрудника в штабе или где-то на производстве. Он всегда находится там. Ну, и, соответственно, любой вопрос решается моментально. В случае положительной пробации эксперимента учреждение меняет штатную структуру. Должностные лица предусмотрены, будут штатно введены, и, соответственно, будут осуществлять должностные обязанности уже на постоянной основе. Правда, пока и психологи, и педагоги работают в исправительной колонии в рамках эксперимента. Именно по его итогу можно будет сделать вывод, станут ли подобные центры эффективным инструментом на пути к исправлению осужденных. Эксперимент завершится в следующем году, 30 июня. Если новые формы содержания осужденных докажут свою эффективность, то центры исправления откроются и в других колониях республики. Медрик Валев, Росель Мухаммедов, Республика. Каждый год в 3-й четверг ноября мир отмечает день отказа от курения. Для тех, кто при упоминании о вреде табака машет рукой, несколько фактов. Чтобы заставить россиян вести здоровый образ жизни, российское правительство приняло антитабачный закон. За одну сигарету, выкуренную в неположенном месте, нарушителю грозит штраф в несколько тысяч рублей. В спачках сигарет на курильщиков смотрят устрашающие картинки, предупреждающие о том, что случится с теми, кто табаком злоупотребляет. А сами сигареты за последние три года подорожали в три раза. Для тех, кто все еще продолжает курить. Следующая информация специалистов. Из 150 миллионов ныне живущих россиян, 20 миллионов убьет табак. 10% курильщиков заболевают и умирают от злокачественных опухолей. У курильщиков нарушается подача кислорода к сердцу, развивается сердечно-сосудистое заболевание. 95% тех, кому раньше не хватало силы воли бросить курить, находят их после инфаркта. Будьте здоровы! Чебоксары в очередной раз превратятся в этнокультурный центр. Фестиваль «Истоки» пройдет в столице Чувашии уже во второй раз. В нем примут участие музыканты и коллективы из разных регионов страны. Дудальзак, бомбарда, зурна, цитоль. Увидеть, а самое главное – услышать звучание столь необычных музыкальных инструментов, можно будет уже завтра. 11 самобытных коллективов продемонстрируют уникальную манеру исполнения на четырех концертных площадках столицы. В выставочном центре «Радуга», институте культуры, музыкальном училище и музее истории трактора. В рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, смешение традиций и инноваций, народного творчества и современного искусства. У эклектики всегда есть свой зритель. В репертуаре Чувашского государственного академического драматического театра «Премьера» завтра состоится спектакль «Моя звезда на небе» по пьесе чувашского драматурга Николая Терентьева. Это новое прочтение известного произведения. В чем отличие нынешней постановки узнавала наша съемочная группа. ПЕСНЯ Деревня Скидзиона, берег Волги, ферма. Место действия меняется словно в калейдоскопе. Персонажи оказываются в разных ситуациях. Это и конфликт интересов, и физическое противостояние, и душевные муки. Анна Кудряшова играет звезду легкой атлетики Ингу Ласточкину, в которую влюбился главный герой Илья. Как я готовилась к этой роли? У нас в сентябре была спартакиада. Я участвовала там. Это, конечно, очень мне помогло, потому что как раз вся эта атмосфера, я как раз бежала, эстафеты передавала, выбежала первой. В настоящее время мало интересных пьес, отмечает постановщик спектакля Наталья Сергеева. Поэтому, берясь за классику, важно понимать, что время сейчас другое, а вот ценности остались прежними. О чем пьеса? О любви. Только мелодрама, очень легкая мелодрама о любви, о семейных ценностях, что в жизни главнее. Семья или легкий заработок, разгульная жизнь, ради чего мы живем. Вот об этом пьеса. Николай Терентьев – талантливый писатель и драматург. Многие пьесы вошли в Золотой театральный фонд Республики. На сцене драмтеатра «Моя звезда на небе» – вторая постановка по пьесе мастера. Первая потерявшая сон была тепло принята чувашским зрителям. Те пьесы, которые сейчас идут на нашей сцене в этом году, вновь поставленные, они очень современные. То есть не устарели и по теме, и по взаимоотношениям, потому что Терентьев, он все-таки пытается изучать, не только изучать и рассматривать, что происходит между людьми, какие коллизии, какие конфликты, какие события, как люди проявляют себя. Увидеть свою звезду на небе сможет любой желающий. Спектакль вводит в репертуар этого театрального сезона. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Таким был четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова